всем привет это разбор трехкомнатной квартиры в жилом комплексе сухо ранее я уже разбирал несколько планировок и вот теперь настала очередь трехкомнатной квартиры которая называется сухо дзен поехали а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании и так прежде чем приступить к разбору этой планировки я сначала прочитаю описание специально сделано для этой квартиры и это звучит божественно сохо дзен свободная планировка на восточную сторону секстра просторной лоджии какие у вас ассоциации приходят в голову со словом экстра но лично у меня это просто какие-то сады семириады там знаете какие какой-то нереальный размер а тут просто оказывается лоджия на 6 квадратных метров ну это экстра дальше идем функциональными нишами для системы хранения они здесь действительно есть тремя санузлами возможностью создания мастер спальни площадь квартиры и стоимость может меняться в зависимости от этажа будьте внимательны а конкретно это стоит 16 миллионов 200 тысяч рублей вот так вот заходим в прихожую он называется коридор прихожая достаточно большая шкаф влезет место останется нарядность сотворить возможность будет но о боже что происходит мы идем по коридору в какой-то загигулиной чтобы дойти вообще до гардероба здесь гардероб обозначен да то есть можно в гардероб вот так вот обогнуть вот это все но слушайте с другой стороны может быть это хорошая физкультура вообще ходьба она показана для здоровья то есть даже не бег а ходьба когда мы ходим вот скандинавы даже специальную ходьбу придумали с палочками можно палочки на входе выдавать этот пинч-пинч ходить короче длинный какой-то коридор на мой взгляд не оправданно ну ладно пускай так кстати в этом гардеробе можно хранить какие-нибудь баулы для спортивной одежды потому что вот у нас уже несколько раз спрашивали заказчики где мы будем хранить наши баулы с хоккейной формы они же огромные вот пожалуйста в этот прекрасная возможность в этой квартире хранить эти баулы дальше из этой прихожей мы попадаем в жилую комнату опять эта кухня ниша как в предыдущем разборе тоже кухня ниша я тут сразу хочу вас насторожить что кухня ниша это значит что только в этой зоне вы можете располагать кухонный гарнитур дальше за его границы по-моему выходить уже нельзя поправьте меня если я ошибаюсь можно ли кухонным гарнитуром по закону выходить за границы вот кухни ниши если можно я бы сделал так я бы вот сюда вот остров поставил как-то вот 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 так вот сюда вот стол сюда диванную группу там кресло как-нибудь расположил здесь понятно у меня как-то бы телевизор будет сделался а вот что с этой комнаты делать пока непонятно может быть здесь какая-то перегородка и вот это вот какой-то закуток для кабинета или для библиотеки или какая-то мастерская для какого-то творчества может здесь художник будет жить и сюда можно поставить какой-то планшет рисовать тоже вариант но отдельную комнату сделать не очень хорошо получается ну как нехорошо в том плане что если мы вот так располагаем кухню вот так остров то на ведь надо как-то вход организовать и вот как вот мы будем как как вот или маленькую эту комнату делать будем туда коридор большой получаем ну то есть вот если мы стену выпрямим то мы в зал зайти не сможем это значит мы вот вот так остров не поставим надо его маленьким будет делать маленький от не очень хорошо а если вдруг кто-то буквой г захочет кухню вот так сделать то туда вход перекроет на кухню отсюда и и здесь входа не будет а все из-за того что здесь посередине стоит несущая конструкция такая бетонная фиговина которую мы переносить уменьшать не можем вот такая история поэтому вот с этой комнатой ну как бы вопрос что делать вопрос а можно было бы знать как сделать можно было бы кухню вот сюда то есть кухонный гарнитур вот так вот как-то с островом сюда стол как раз в угол где угловое окно сидишь у тебя панорамный обзор и это красиво это здорово а вот сюда вот сюда как раз можно было бы поставить диван большой напротив телевизор и это все могло бы быть открытым единым пространством а вот в эту небольшую комнату можно было бы сделать кабинет кабинет но так делать нельзя потому что закон запрещает сдвигать кухонный гарнитур на другие зоны а так красиво вырисовывалась залюбуешься ну да ладно идем дальше жилая комната 18 квадратных метров прям зачет кстати можно поделить ее на 2 и сделать две небольших кельи одну для мальчика другую для девочки ночью в принципе кровать то влазит шкаф влазит самое главное чтобы общее пространство было большим и просторным для дружных посиделок остается мастер спальня идем заходим можно и кровать поставить и шкаф гардероб то есть и вход в санузел 6 квадратных метров это супер кстати в этой квартире предусмотрен санузел для детей 7 квадратных метров вы поняли 7 не как там в предыдущих 3 как туда что разместить я не понимаю а 7 то есть и ванна и раковина даже двойная и унитаз и шкафчики всякие для хранения ну просто чудесно еще и кладовка при этом остается по моему здорово санузел оставим гостям а вот здесь еще кладовочка тоже под что-то можно использовать кстати здесь много мест хранения правду сказали что много ниш для систем хранения при выборе обращайте на это внимание я имею ввиду при выборе квартиры потому что мест хранения должно быть много у нас с вами много вещей если вы хотите дизайн то в квартире должен быть порядок а порядок это значит все вещи по своим местам там в шкафчиках гардеробных и так далее это дает возможность сделать чистое свободное пространство для творчества ну для дизайна я имею ввиду все на этом друзья ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал и пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу как бы вы здесь разместились и какую бы планировку вы сделали а на этом все всем пока да прибудет с вами муза и удобная планировка а а а Субтитры создавал DimaTorzok